Возможно, введение такой системы, когда люди смогут попасть в торговые центры только при наличии QR-кода с данными о вакцинации, привело к тому, что наши соотечественники уже сейчас начали закупаться. В России продажи продуктов и одежды резко выросли. Люди запасаются всем необходимым, в том числе и перед нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Подробности далее. Это происходит снова. Весна 2020 года возвращается. Люди стали массово закупаться продуктами и вещами перед предстоящими нерабочими днями. При этом еще не во всех регионах власти приняли решение о том, в каком режиме будут функционировать предприятия и бизнес с 30 октября по 7 ноября. Полный локдаун уже введен в Москве и Санкт-Петербурге. И, видимо, на фоне этих событий россияне отправились по магазинам заранее. Аналитики сравнили чеки наших соотечественников за последние дни и выяснилось, что год назад такого ажиотажа не наблюдалось. На 31% увеличилась сумма, которую люди оставляют в кассах продуктовых магазинов. За один поход в супермаркет россияне в среднем тратят больше 8 тысяч рублей. Таким образом, пытаются запастись самым необходимым на период нерабочих дней. Что интересно, мы стали больше расходовать средств и на детскую одежду. Аналитики предполагают, что наши соотечественники просто заранее приобретают зимнюю одежду для своих чад. Ведь за эти 12 дней может сильно похолодать. Помимо этого, резко выросли продажи санитайзеров и других подобных средств. Но это уже на фоне роста заболеваемости явление ожидаемое. Юлия Шенкарюк, Новости по будням.